всем привет сегодня будет обзор на какие-то интересные сигареты которые недавно вот появились у некоторых продавцов ну по крайней мере вот у конкретного откуда они мне пришли я ссылку если что оставлю чтобы опять по 150 раз не спрашивали вот значит ну я собственно у него их увидел они у него продаются в большом количестве блоками их есть очень много видов конкретно у меня вот такой вот вариант сигареты называются bizon причем blue написано хотя пачка как бы красная ну там разные я видел там и желтые зеленые пачки в общем чем они отличаются не знаю наверно крепостью может быть мешкой в общем это в любом случае какие-то новые сигареты для меня я не владею вообще информации о них я не слышал не видел ни разу вообще самое то интересное это заявка на то что мальден юсей тут прям вот на лицевой стороне написано и пачка сделана именно как американские сигареты но я что-то в это слабо верю во первых стоит это чудо 2 400 блок не пачка а блок то время как американские вот 2 400 народом за пачку плюс минус и стоит ну то есть это странно до 240 рублей получается то есть эта цена как мы евро европейских сигарет штрих-код здесь не на ноль на 853 я пытался этот штрих-код гуглить что-то общение на одном сайте я его не нашел и хер знает он либо левый либо либо я что-то неправильно делал но вообще ну первая цифра 8 начинается на 853 с 800 там до 800 с чем-то это куба идет то есть не знаю может как бы с кубой это что-то связано но тем не менее технология ферси и фабрика винт ривер табака вилсон сделано сша написано что сделано для внешнего рынка то есть это как для дютика вот это винт ривер табака я честно говоря даже и не помню я сталкивался с такой фабрикой или нет сейчас даже врать не буду не скажу кощеньку то первый раз вижу и слышу ну ладно здесь у нас предупреждалка вот это вот на английском языке то есть копачка именно как американская да сделано сзади вот такой вот красивый текст у нас тут кара картинка там типа бизон нарисован на фоне заката солнышко здесь у нас изображены елочки написано там как всегда отборные табаки все дела там классный вкус написано что сделаны настоящими мастерами крафтсмен написано то есть крафтсмен и ну типа для сша что-то такое не знаю в общем-то короче какие-то крафтсмены делать blue sky называется версия ну да и тут написано x expert ли крафта то есть это у нас крафт какой как вот в пиве есть пиво есть крафтовое пиво так у нас ты сигарета это уже крафтовые сигареты снизу кстати ни хрена а номер партии выбит больше ничего там нет ну и сверху идем дальше внутри у нас там тоже бизончик красуется такой ну и вот тут обычный вырез бумажечка под фольгу с полосами сами сигареты выглядят следующим образом пробковый фильтр с маленькими крапинкой которых больше чем обычно это бывает стандартном пробковом фильтре такой даст мне кажется достаточно широкий обод а не курительный шире чем у обычных сигарет написано бизон золотым и два кольца перфорации лично я не вижу по набивке набиты мое почтение ну прям верится что америка очень плотно набиты запах запах не знаю какой-то своеобразный вроде табаком пахнет ну как будто не знаю специи какие-то что ли еще добавлены сладость вот табачная да и вот их специи какие-то не знаю давайте пробовать смотреть все это за безум в общем я не уверен в истинности их происхождения но тут просто за цена соответственно если продавец их продает за столько то купил то он их еще меньше то есть ну и это не укладывается особо со стоимостью американских сигарет даже в долларах в сша то есть я не знаю ваши предположения приветствуются в комментариях может кто-то прям знает откуда эти сигареты на самом деле все мне как-то слабо верится что они американские возможно они может быть они из америки но на же тоже в россии есть же дешевая и даже есть контракт которую делают у нас же в россии продают здесь которая стоит недорого может это какая-то контракт которую делают американцы может делают в резервациях индейцы их вроде сигареты дешевле стоят чем обычные может быть это кстати из этой оперы да но не знаю может ли такая пачка стоит столько либо это контракт какая-то из другой другого государства может даже из той же кубы типа за короче ну как как сейчас же поделок полно в общем или европа клепать я не знаю непонятно но давайте по порядку по сигаретам именно сигареты не говно как оказалось но своеобразные какие-то у них довольно насыщенный табачный аромат прям обилие пряности чувствуется какая-то кислинка вот специями какими-то отдает но это не camel конечно нет да и вообще они не похожи сразу скажу по вкусу и аромату они не похожи на какие-нибудь другие американские сигареты вот но аромат как бы более чем достойный тем более за такие деньги проходят мягко проходят легко но вяжет вяжет еда на языке прям с каждой затяжкой это ощущается не знаю кому-то это нравится кому-то не нравится но это в некоторых сигаретах есть такой момент что именно вот вязкость то есть не резость не першение именно вязкость на языке ну вы понимаете о чем я так вот присущим такой присущим такой момент во вкусе как бы чувствуется табак и вот какая-то не знаю здесь есть такая нота я пытался вот до обзора их курил пытался понять провести ассоциацию чем-то так ничего в голову толковой не пришло ну какая-то здесь такая нота есть в общем назовем это сигаретами со специфической нотой я не знаю какой-то вот привкус у них есть он неплохой нет ну вот не могу просто ассоциацию провести специя какая-то или что-то короче есть вот какая-то нотка такая которую я не разобрал до конца по крепости но это лимитные сигареты то есть это где-то 1007 вот по ощущениям я бы сказал 1007 где-то по крепости может ну хотя написано blue я не захотят пачка как-то не знаю название blue sky типа голубое небо не соответствует пачки пачки так должна быть голубая хотя у них по моему все не синие пачки тоже есть в общем не знаю что у них там по другим видам если кто курил опять же поделитесь своими ощущениями в комментариях мне просто интересно их очень много видов а чем они между собой отличаются и все-таки хотелось бы узнать где их на самом деле делают но это это хуже чем мальборо это хуже чем лаки страйк и мол спирит короче большая часть настоящих американских сигарет поэтому я даже не знаю может это там где-то подполье какое-то американское дело можно реально индейцы в этих резервациях клепают их и каким-то вот образом они сюда в россию попали возможно такое на же тоже клепают везде клепают на донбассе клепают но кстати то что этот донбассе делают тоже версия тем более они сейчас очень хорошо это копирует пачки все сами знаете блин ну я не знаю ну возможно но они не похожи ни на какие другие сигареты в том-то и прикол что я не могу сказать что да блин это же мальборо камаз кого обманывать или там и так ну что там не за европейский мальборо еще что-то как бы нет у них есть свое лицо поэтому я хрен его знает что это за сигареты и они как бы качественные у них набивка плотно и ну вкус запах табачный вот смотрите как долго они тлеют да то есть может они американские я не знаю но почему цена такая в общем друзья что я вам хочу сказать попробовать в принципе можно но только берите пачкой там не блоком потому что смысл блоком брать неизвестные сигареты может не зайти а вот если будет вариант я не помню него можно дополнен по пачками можно до купить возьмите попробуйте не знаю в принципе ну за 240 рублей нормально просто как бы непонятно кто их на самом деле делает что это вообще за марка такая бизон причем пачка простенькая она вот это не смотрите это уже почта россии спасибо она мне ее сомнула я к тому что ничего не выбито тут все принтом идет но при этом она пачка очень симпатично смотрится вот этот задний фон мне прям spirit напоминает в общем как то так друзья сейчас еще докуривать до конца не буду фильтр обычный ацетатный ну и фильтр мне кажется чуть короче что ли чем обычный наш стандарт как то так кстати фильтр довольно плотный на этом у меня все спасибо за внимание и всем пока